4 октября 1957 года на околоземную орбиту вывели первый в мире искусственный спутник Земли. Запуск произвели с космодрома Байконур. Космический аппарат ПС-1, то есть простейший спутник-1, был разработан Королёвым и представлял собой шар диаметром 58 сантиметров. Весил он 83,5 килограмма и был оснащён четырьмя штырьковыми антеннами для передачи сигналов передатчиков. Спутник ПС-1 летал 92 дня, совершив 1440 оборотов вокруг Земли. Соединённые Штаты смогли повторить успех СССР лишь спустя год. 4 октября считается днём рождения Челябинского государственного университета. Официально вуз открыл свои двери для студентов в 1976 году. Именно Челгу принадлежит статус первого университета на Южном Урале. Первым ректором стал профессор Семён Матушкин. При открытии Челгу работали всего два факультета – физико-математический и историко-филологический. А сегодня Челябинский госуниверситет – это значимый центр науки и образования, в котором работает 91 кафедра, аспирантура по 43 научным специальностям, 3 музея и Центр Аркаим. День рождения сегодня отмечает певица Лена Катина. Экс-солистка группы Тату родилась в 1984 году. С самого детства занималась в музыкальных коллективах. В подростковом возрасте попала в известную команду «Непоседы», где познакомилась со второй будущей татушкой Юлией Волковой. Уже через два года их первый совместный сингл «Я сошла с ума» возглавил все хит-парады сначала в СНГ, затем и в мире. Семь лет девушки блистали на сцене, а затем решили заняться сольными карьерами. Сейчас Лена Катина живет в Лос-Анджелесе, растит сына, иногда дает концерты и с ностальгией вспоминает времена эпатажной юности. А о том, что произошло в этот день на Южном Урале, расскажут сотрудники исторического музея. 4 октября 1938 года на свет появился удивительный человек – Геннадий Борисович Зданович. Это замечательный ученый, археолог, создатель Челябинской археологической школы, доктор исторических наук. «Русский шлиман», как его многие называют в научных кругах. Почему? Да потому что именно благодаря ему в конце XX века было совершено удивительное открытие известного сегодня на весь мир поселения Аркаим. Самое интересное, что он участвовал не только в его исследованиях, этого исторического памятника, но также и активное участие принимал в сохранении его для потомков, для истории. Геннадий Борисович – один из удивительных, уникальных людей, которые сами горят огнем. И зажигают этим огнем окружающих людей. Я уверена, что этот человек является большим примером для каждого сегодня из нас.